Теперь, когда мы с вами научились запускать Python, запускать интерпретарь в Jupyter Notebook, давайте теперь попробуем, собственно, запускать основные какие-то простые конструкции на языке Python, для того, чтобы вы смогли дальше этим пользоваться в более сложных задачах, которые будут уже посвящены, собственно говоря, машинному обучению. Следующие несколько видео вам, собственно, объяснят, каким образом работает Python. Надеюсь, у вас сложится какое-то представление о нем, если у вас еще не было. Ну а если было, то, соответственно, вам повезло, и вы, скорее всего, можете пропустить следующее видео и смело приступать к домашнему заданию, которое, опять же, для вас, скорее всего, окажется простым. Но, тем не менее, я все равно рекомендую вам, даже если вы уже знакомы с языком программирования Python, выполнить домашние задания. Это вам позволит убедиться, что среда ваша настроена, что вы познакомились с системой ETHX, на которой мы будем работать, и что у вас все работает так, как оно должно работать, и вы не тратили на это время в следующих модулях, а в следующих модулях уже тратили, собственно, время на машинное обучение. Давайте приступать к изучению Python. Что она?